Давай поговорим о партнерском компенсационном плане LiveGood. Во-первых, у каждого человека есть два генеалогических древа. У тебя есть дерево регистрации и дерево матрицы. Твое дерево регистрации это все, кого ты лично регистрируешь, люди, которых они регистрируют, и так далее. Таким образом, все, кого ты лично зачисляешь, попадают на твой первый уровень в дереве зачисленных. В дереве зачисленных нет ограничений на количество людей, которые могут быть на каждом уровне. Так что если вы лично зарегистрируете 20 человек, у вас будет 20 человек на первом уровне в вашем дереве зачисленных. Теперь ваше дерево зачисленных используется для определения трех вещей. Первый, назови свое звание. Только люди из твоего списка зачисленных учитываются при присвоении звания. Второй, это твои бонусы за быстрый старт. По мере того, как ты повышаешься в звании, тебе будут выплачиваться бонусы за быстрости уровня в твоем списке зачисленных. И в-третьих, это ваши соответствующие бонусы. Ваше матричное дерево включает в себя всех, кто входит в ваше дерево зачисленных, и может включать, а может и не включать людей, которые могут оказаться под вашим началом в результате вторичного распространения. Теперь в матрице у каждого есть только две позиции на переднем крае. Так что как только эти две позиции будут заполнены, либо людьми, которых вы лично зачисляете, либо теми, кто находится выше вас в матрице, все остальные, кого вы зачисляете, попадут под действие этих людей. Вот еще одна уникальная вещь, которую мы делаем для распределения дополнительных выплат, чтобы помочь максимальному количеству людей выиграть. В отличие от традиционных матричных компенсационных планов, которые заполняются слева направо, матрица Лив Гуд заполняет все левые позиции на один метр в уровне, а затем все права. Так что если это, к примеру, ваш второй уровень, и вы зачислили еще четырех человек, то вместо того, чтобы они проходили один, два, три, четыре курса и помогали только этим двум людям, мы распределяем их по одному, двум, трем, четырем. Вот так. Чтобы все четыре человека были на этом уровне, получите дополнительную информацию до того, как следующий человек начнет заполнять нужные места. Теперь тебе будут выплачивать 2,5% от ежемесячного членского взноса каждого участника во всей твоей матрице, независимо от того, кто зачислил их на 12-15 уровней ниже, в зависимости от твоего ранга. Теперь, помимо того, что вы получаете зарплату по системе матрицы для всех, безусловно, самой важной частью компенсационного плана являются соответствующие бонусы, которые позволяют вам ежемесячно сопоставлять результаты проверки по всей матрице потенциально всех членов вашей команды дерево зачисленных. Первый, ты будешь соответствовать 50% результатов проверки всех, кого ты лично зарегистрируешь, независимо от того, где они находятся в матрице. Так что, если ты, например, зарегистрировал этого человека, ты не только уже получаешь деньги за него в своей матрице и за всех, кто ниже него, но и за то, что ты также вам снова платят за них, потому что вы соответствуете их матричному чеку. Если они зарабатывают по 1 доллару в месяц, то в их матрице эта сумма равна 0 на 50%. Таким образом, вы получаете 500 долларов только за одного этого человека, в дополнение ко всем вашим комиссионным в матрице. Если вы зарегистрируете 10 человек, и каждый из них будет зарабатывать, к примеру, по 400 долларов в месяц в матрице, вы получите по 200 долларов на каждого из них. И это только начало. По мере того, как ты достигнешь серебряного ранга и выше, у тебя будет возможность соревноваться с еще большим количеством людей в твоей команде. Бонусы за соответствие рассчитываются в зависимости от того, какие люди попадают в твою таблицу зачисления. Но они выплачиваются в зависимости от того, какие люди попадают в твою матрицу. Я понимаю, что это могло показаться странным. Я обещаю, что через минуту все прояснится. Вот как это работает. В вашем дереве регистрации каждый, кого вы лично регистрируете, начинает новую ветвь дерева регистрации. Так что если ты, к примеру, запишешь 10 человек, у тебя будет 10 древесных ножек. Количество одинаковых бонусов рассчитывается для каждой ножки индивидуально. Вот как это работает. Давайте представим, что вы достигли платинового статуса. Это означает, что ты имеешь право получать деньги от двух поколений партнеров с серебряным рейтингом, трех поколений партнеров с золотым рейтингом, и четырех поколений партнеров с платиновым рейтингом. Итак, используя наш пример с 10 ветвями дерева регистраторов, давайте просто скажем, что на этом первом этапе первый человек, которого вы зарегистрировали. Этот человек зарегистрировал двух человек. Один из этих двух человек зарегистрировал еще нескольких, другой зарегистрировал еще нескольких, эти люди продублировали, а затем бум. А затем бум, вот здесь, на вашем четвертом уровне, кто-то достиг золотого ранга. Весь этот объем, вплоть до этого участника с золотым рейтингом и за его пределами, является вашим объемом первого поколения. Таким образом, вы могли бы претендовать на участие в серебряном матче первого поколения на 10%, золотом матче первого поколения на 5%, и платиновом матче первого поколения на 5%, при общем совпадении 20% на каждом отдельном матче. Человек, не входящий в число партнеров с первым золотым рейтингом и опустившийся до него. Теперь, поскольку золотой партнер также имеет право участвовать в матчах серебряного поколения, весь объем, предоставляемый этим золотым партнером, является их серебряным и золотым объемом первого поколения, что делает его вашим серебряным и золотым объемом второго поколения. Но это все равно твой платиновый том первого поколения, потому что между тобой и всем этим томом нет никаких платиновых дисков. Так что давай посмотрим, как это отразится на том, как ты на самом деле получаешь соответствующие бонусы. Каждый из этих людей не только включен в твое дерево подписчиков, но и находится в твоей матрице вместе со всеми остальными участниками твоего дерева подписчиков, а также с любыми побочными эффектами, которые ты, возможно, получил. Итак, вернемся к приведенной выше непонятной фразе. Соответствующие бонусы рассчитываются в зависимости от того, куда попадают люди в вашем дереве регистрации, но выплачиваются они в зависимости от того, куда попадают люди в вашей матрице. Я же говорил тебе, что это имеет смысл. Так что ты будешь получать 20% от того, что все эти люди зарабатывают в своей матрице каждый месяц, независимо от того, где они находятся. Твоя матрица. В буквальном смысле нет никаких ограничений на количество людей, с которыми ты можешь работать. Сколько ты можешь заработать в виде бонусов, или сколько раз тебе могут заплатить за один и тот же объем. Подожди, что именно? Да, посмотри-ка на это. Посмотри на этого человека с 14 уровня в твоей матрице. Тебе уже платят за них в твоей матрице. Плюс ты соответствуешь матрице этого человека, в которой также есть этот человек, матрице этого человека, в которой также есть этот человек. Матрица этого человека, 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 матрица этого человека и матрица этого человека, что означает, что вам в буквальном смысле платят за одного этого человека 11 раз. Да, соответствующие бонусы огромны. И как будто этого недостаточно, мы также вкладываем еще 2,5% от каждого доллара, поступающего в компанию в целом, в бонусные фонды для руководителей Diamonds и Crown Diamond. Сюда входят доходы от членских взносов, как ежемесячных, так и ежегодных, плата за регистрацию в партнерской программе и все покупки продуктов. Так что если, например, общий доход компании за месяц составит 10 миллионов долларов, это означает, что 200 долларов пойдут в фонд бриллиантов, а 50 в фонд бриллиантов Crown. Так вот, если бы в компании было, к примеру, 50 бриллиантов, то каждый из них получал бы ежемесячную премию в размере 4 долларов с минусом в дополнение ко всем остальным частям компенсационного плана. Да, он большой. Итак, теперь, когда ты знаешь, как тебе платят, какую стратегию следует разработать. Все просто, набирай людей. Вот и все. Чем больше людей ты наберешь, тем больше совпадений ты увидишь, тем больше бонусов ты заработаешь и тем больше денег заработаешь. Никогда не знаешь, кто станет следующим бриллиантом в твоей организации и откуда они возьмутся. Просто продолжай делиться. Вот и все. Давай зажигать. Увидимся на вершине.